Японские сказки Материнское око Старину, далёкую старину, жил не знаю где, честный купец. Однажды отправился он закупать товар. Проходя через одну деревню, увидел он, что дети собрались гурьбой и собираются убить молоденькую змейку, длиной всего в один сяку. Пожалел её купец и говорит. «Дети, зачем вы хотите убить змейку? Лучше продайте её мне». Достал он из-за пазухи горсть медиков и роздал детям, а змейку отпустил на свободу. В ту же ночь у двери купца раздался женский голос. «Отворите мне дверь, пожалуйста». Удивился купец, но дверь всё же отпер. Видит он, стоит перед дверью незнакомая девушка. «Ночь застала меня в дороге», — говорит девушка. «Я иду к себе на родину, но сбилась с пути. Дозвольте мне у вас переночевать». Купец подумал. «В самом деле, блуждать одной в темноте страшно и опасно. Пусть заночует в моём доме». Говорит он девушке. «Я купец, встаю с позаранок и ухожу по торговым делам. Спите спокойно, а как отдохнёте, отправляйтесь в путь». На другое утро встал купец рано-рано и ушёл из дома. Возвращается к вечеру, а девушка всё ещё у него в доме. Попросилась она снова оставить её на ночлег. Так прошло несколько дней. Наконец девушка стала просить. «Я бесприютная страница. Нет у меня родного дома. Сделай милость, возьми меня в жёны». Купец был холост и охотно согласился. Стали молодые жить в любви и согласии. И родился у них сынок. Купец целые дни проводил в трудах. Однажды, закончив дело раньше обычного, он вернулся домой к полудню. Дверь была заперта. «С чего бы это?» – подумал он и заглянул в окно. Видит всю большую комнату величиной в восемь циновок. Заняла огромная змея. Свернулась она кольцами, А посреди этих колец лежит ребёнок. Насмерть перепугался купец и убежал в соседний дом. Вечером вернулся к себе. Видит – жена вновь приняла человеческий облик. «Значит, эта страшная змея оборачивается женщиной». Подумал купец, но молчит, виду не подаёт. Жена за ужином говорит ему. «Страшное дело ты сделал. Я днём вздремнула, а ты подглядел». Да, ничего я не видел. Стал было отпираться купец, но жена в ответ. «Больше я у тебя в доме оставаться не могу. Ты когда-то спас мне жизнь. Я ведь та самая змейка. Но ничего не поделаешь. Настал час нашей разлуки». «Но вправду ли мы должны расстаться?» «С тревогой?» – спросил купец. «Мой ребёнок родился человеком», – говорит жена. «Прошу, позаботься о нём». Тут протянула она мужу большую жемчужину. «Когда будешь уходить из дома, клади её возле ребёнка. Он спокойно уснёт. Если я понадоблюсь тебе, мы встретимся. А теперь прощай». И в глубокой печали она покинула дом. Соседи стали поговаривать, как он скармливает ребёнка без матери. Удивительное дело, чем дитя питается. Но вскоре они узнали, что ребёнка кормят и усыпляют чудесная жемчужина. Дошёл этот слух до ушей князя, и он отнял жемчужину. С этого времени ребёнок стал плакать без удержу, и видно было, что скоро зачахнет в конец. Купец очень встревожился и пошёл к горной пещере, где жена обещала встретиться с ним, если будет нужда. Стал он звать жену перед пещерой. «Покажись мне хоть один единственный раз». Вышла жена из пещеры, глядит он, а у неё на одном глазу повязка. Говорит она. У меня вместо одного из глаз была чудесная жемчужина. Я отдала её ради нашего ребёнка. А теперь я выпросила такую же драгоценность у моей родной тёти. Дала она купцу жемчужину. Ты больше в этих местах не оставайся. Князь опять отберёт у тебя чудесную жемчужину. Беги куда-нибудь в безопасное место, и там воспитывай наше дитя. Послушался купец, взял своего сына и скрылся с ним в дальних местах. А вскоре гора задрожала, и на княжеский замок посыпались камни. В замковом городе поднялось большое смятение. Семь дней и семь ночей с грохотом осыпалась гора, и князь был погребён под камнями. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова